Всем привет, уважаемые подписчики, с вами Сергей и сегодня я вам расскажу о проекте The Game. Сразу прошу меня простить за то, что я могу заикаться, запинаться, так как видео записываю впервые в жизни, по крайней мере с голосом. Поэтому, если я буду тараторить, или наоборот, говорить слишком медленно, просьба на это особо не обращать внимания. Также я не буду делать монтаж видео, то есть если придется останавливать что-то во время записи, надеюсь, то хотя нет, придется. То я не буду это все делать красочно, просто сделаю паузу, потому что неохота с этим заморачиваться. Вкратце могу сказать о себе то, что я ранее никогда не занимался разработкой игр. С Unity вот реально познакомился буквально месяца 4 назад, после появления в сети игры MySamaK. Она в принципе меня вдохновила на то, чтобы я начал разработку собственного проекта. Что из этого получится, честно сказать, не знаю. И с 3D Max, например, и Photoshop я также работать особо не умею. То есть с 3D Max какие-то базовые уровни, ну полигончик там выдавить, или построить какую-нибудь кривую модель, у меня на это самом деле, на самом деле на это уйдет очень много времени. К примеру, построить такой радиатор, ну не знаю. Наверное, кто-то профессионал это сделает меньше, чем за 2 минуты, а я, наверное, убью на это целый час. Ну вот такие, собственно говоря, мои знания. Все, что вы видите, реально разработано с нуля. Ну, за исключением модели автобусов, я скачал с интернета, поэтому здесь этим хвастаться я перед вами не буду. А вот в остальном можете посмотреть, что вы можете сами достичь, потому что знания реально только с интернета, форумов и, наверное, помощи в Unity. Сразу предупреждаю, куча багов, которые здесь имеются, это пока что нормально, потому что я до конца не знаю, как правильно все это поднастроить и как правильно все это заскриптовать. Потому что больше, меньше всего, чем я хотел заниматься в этом проекте, это программирование. Но понял, что если программирование отдать кому-либо другому, то, ну по крайней мере всю основную его часть, то это считается и весь разработчик игры. Потому что в Unity настраивать компоненты, это реально несложно. Ладно, постараюсь это видео сделать достаточно коротким, чтобы не утомлять вас своим голосом и рассказами. Поэтому приступим к делу. У нас с вами есть полуразобранный двигатель. Полуразобранный, конечно, слабо сказано, но какие-то детали от него, по крайней мере, валяются. Сначала сделаем самое крупное, это засунем радиатор. Сначала его надо соединить, пока я тут разговаривал с вами Болталова, видимо не с той стороной поставил, они же одинаковые. Почему не по очереди? В принципе, можно по очереди пропихнуть, но он реально потом не влезет. Он сейчас-то засовывается за текстуры, вот поперек, по крайней мере, вот он залез, бедный. Вот, не будет этого, естественно. Поэтому по очереди их засунуть, ну не знаю, по крайней мере, можно, но сложно. Наверное, будет по очереди, а может быть, хотя если все это будет на болтах, как вы будете все это дело крутить? Да, наверное, все-таки будете по очереди его засунуть. Ладно, время покажет. И, по крайней мере, мы можем все это дело оттуда вот достать. То есть, открепить. Ну, в финальной версии, конечно же, не будет вот этого резкого выдирания. То есть, если будут детали вылазить из, выпадать из автобуса или машины, то они будут это делать, естественно, в связи с повреждениями, а не просто выдиранием. Все это будет отключаться более грамотно. Так, далее продолжим собирать. Возьмем шкив, поставим его сюда. Вот он даже крутится, хотя вряд ли он должен так свободно вращаться. Я думаю, особенно шкив коленчатого вала. Он тоже тут любит вращаться. Естественно, я пока это не настраивал, не убирал вращение, чтобы нужно будет это все дело скриптовать. Разбираться, по крайней мере, как это скриптуется и скриптовать. Так, гидроусилитель стоит у нас тут. Да, на надпись про СЕ прошу внимания особого не обращать. То есть, при наведении объекта в то место, где он попасть должен, у вас будет появляться надпись. Там, не знаю, галочка или ручечка или палочка. Не знаю, я еще не придумал, что будет появляться. Но, по аналогии с My Summer Car, вы будете знать, что эта деталь туда подходит. Либо ее установить нельзя. Так, компрессор, компрессор. Ты тут не стоишь, ты вот здесь стоишь. Компрессор есть. Поэтому, с надписью можно реально пока что особо не заморачиваться. Генератор у нас стоит тут. Генератор будет, естественно, двигаться по оси. Здесь его вот ось настройки. Ну, блин, придется переделать модель по большей части, потому что она очень... Нет, она достаточно качественная. Хотя мне профессионалы скажут, ты что, издеваешься, что ли? Ну, для меня это достаточно качественная модель. Генератор будет двигаться, да, по оси. Сейчас он стоит намертво, потому что были проблемы с его установкой. И он просто потом не вынимался, если он двигался. Да, еще раз покажу, что все детали, то есть, доставаемые, да. И у нас с вами игрок недюжей силы, похоже, делал, походу, делал Супермен пока что. Также это все не настраивалось, чтобы просто не было реально этого силы, интереса настроить персонажа. Нужно будет заняться тем отдельно. Так, у нас еще есть ремешки. Ремней достаточно большое количество. И если не знаешь, какой где стоял заранее, поставить это очень сложно. Каждый ремень будет подписан. И, наверное, будет какая-нибудь книжечка, может быть, про то, как все это собрать по очереди. Потому что, вспоминая свой опыт в My Summer Car, если ты не знаешь, как работает двигатель и в какую сторону устанавливать, то это достаточно проблематично. Так, где-то у нас ремень вентилятора. Вон он там вот у нас сидит уже. Я думаю, это видно. Ну, так, далее, ремень. Вот этот у нас от чего? Этот, наверное, у нас либо от усилителя, либо... Ага, тоже от вентилятора. Окей. Вот этот должен быть уже, наверное, от усилителя. Так, как обычно, перепутал от нас от компрессора. Ну, и здесь остается тоже гадать, что от этого от генератора, а что от этого от гидроусилителя. От гидроусилителя и генератор. Иди сюда. Так, генератор. Ну-ка. Опа, генератор готов. Так, ремни. Не знаю, боюсь, снять. Не снимал. Е-е-е, снят. Так, ремни тоже снимаются. Как видите, все работает. Дверца. Дверца вот эта у нас боковая, глюченная. Поэтому, если сейчас она не будет работать грамотно, заработала, то, конечно, не обессудьте. Почему-то у нее тоже бывают проблемы, она не хочет открываться и подсоединяться. Также я не знаю, как пока что сделать так, чтобы двери закрывались. Точнее, я предполагаю, как это сделать. Но еще не разбирался, потому что работал более над чем-то другим, над чем-то новеньким, чтобы вам показать. Ну, вот, гидется, например, багать. Она не хочет закрываться. Тоже не знаю, в чем причина. То есть, раз через раз работает. Вот она работает нормально. Ну, ладно, бог с ним. Бамперочки. Бамперочки, естественно, будут передние-задние съемные. Не стал для видео делать еще один бампер. Калини надо будет поправить. Не стал для видео делать еще один бампер, чтобы показать, что их можно снять, поменять. Все, встал, молодец. Просто реально нет времени, сейчас уже нужно уезжать. Так, что вам еще показать. У нас работают сейчас двери. Двери у нас нажимаются на клавишу и закрываются, например, попасть в салон. Вы не можете, что спереди, что сзади. И, соответственно, открываются спокойно и вы можете проникнуть в салон автобуса. Конечно же, все это будет дело управляться не только с кнопочки. Может быть, оставлю кнопочки. Может быть, поменяю на только управление мышью. То есть, например, вот рычажок. И при нажатии на этот рычажок у вас двери закрываются. То есть, к примеру, вы заходите в салон автобуса. Ох, извиняюсь. Дырку в крыше пробил головой. Нажимаете на рычажок и у вас опять открываются двери. Также у нас загораются лампочки на панели приборов. Я сделал это раньше, чем хотел. Ну ладно, вы поняли уже. Я уже показал то, что хотел. То, что не хотел показывать. Окей. Сзади у нас, как вы помните по прошлым видео, есть фонари. Габаритные. Они сейчас просто включены. То есть, я не могу их выключить. Пока что не делал этого. В отличие от предыдущего видео. И здесь не работают поворотники. Будет это все реализовано, естественно. Просто со временем сейчас не стал с этим заморачиваться. Пока здесь. Единственное, что я сделал, это работающие стоп-сигналы. То есть, при нажатии на тормоз у вас загораются стоп-сигналы. Почему меняются ореольчики? Сразу скажу, не знаю. Буду разбираться и смотреть. Что касаемо кабины. В кабине, как вы видели, наверное, как сейчас у нас анимированы педали. Руль вращается, соответственно, на 900 градусов. И что можно сделать? Можно поднять кожух двигателя. Бросить его. Он будет более грамотно, естественно, подниматься и опускаться. Магнитофончик я пока с кассетами делать не стал. То есть, пусть они будут статичными. Пока что, естественно, они будут убираться. А может, вообще, вместо магнитофона будет что-то другое. Конечно же, прямо в наглую копировать чужую модель и сохранить все ее свойства можно. Но, по-моему, это не особо прилично. Форточки. Все это будет закрываться. В зеркалах будет отражение. Дворники. Работать. Здесь у нас есть клавиши. Клавиши, соответственно, тоже каждая будет отвечать за свои действия. И, соответственно, при нажатии будет включаться свет в салоне, над дверьми. Включаться печка или еще что-то. Также здесь не стоит пока что рычажок переключения передач. Просто еще я его пока не успел поставить. Так, ладно. О салоне, наверное, расскажу вам чуть-чуть попозже. Внешне, в принципе, что я вам не показал. Да, наверное, все. А, полосы. Вот эти полосы меня убивают, потому что, ну, блин. Модель скачана с интернета. И я, еще раз скажу, не обладаю знаниями в 3D Max, чтобы ее быстренько поправить. Сделать ее более грамотной. Я это сделаю либо попозже, либо попрошу друзей, которые мне помогали до этого с этим проектом. Может быть, они и в силах это исправить. Я пока что не в состоянии, и мне, к сожалению, это тоже не нравится. Так, внешне еще вам покажу, что у нас есть. У нас автобус, в принципе, запускается с клавиши сейчас, но в дальнейшем он будет запускаться только с ключа. Мы зажимаем ключ. Опа, есть, автобус запущен. Все шкивы двигаются, как видите, то есть вентилятор работает в конце. Далее, шкивы у нас также ускоряются при работе двигателя. И очень быстро замедляются. Пока что не настраивал, на самом деле, замедление. Просто сделал хотя бы ускорение, чтобы это было прикольно, как выглядело. Но замедление пока что еще реально не делал. Вот он так будет сейчас жужжать. Давайте его заглушим. Отлично. Если мы глушим, у нас шкивы, естественно, останавливаются. Так, что еще вам показать? Проникнем мы, к сожалению, в святая святых под автобус. Как бы под тебя проникнуть-то? Ты должен проникнуть под автобус. Вот, есть. Вот, мы проникаем под автобус. Так, здесь у нас карданный вал задний. Пока что он в нерабочем состоянии. И в дальнейшем он будет, естественно, вращаться от момента начала движения автобуса. Что касаемо переднего карданного вала. Он рабочий уже. То есть, сейчас я запускаю двигатель. Вот он вращается. И также, естественно, ускоряется движение. Также замедляется криво, как и шкивы. Ну и глушим машину. Он, для тех, кто не знает, должен вращаться. Потому что он от двигателя приводит движение в автоматическую коробку передач. Поэтому он реально должен иметь вращение. Так, все, больше я туда не буду залазить таким образом, по крайней мере. Что еще у нас сделано на автобусе? На автобусе снаружи вроде бы как и все. Так, ладно. Пойдемте в салон. Сейчас я переключусь. Потому что в предыдущих версиях была реализована посадка игрока в салон. И я мог спокойно переключаться, управлять автобусом. Потом выйти из него и дальше спокойно пойти. Сейчас я это еще пока не реализовывал. Поэтому я просто поставлю на паузу и переключусь на управление автобусом. Ну, вот, собственно, мы в салоне. Здесь, в принципе, я уже пока что не могу взаимодействовать с дверью. Потому что это не настроено. И будет это делать игрок. А не то, что сейчас есть. Итак, можем запустить мотор. Подгазовать. Автобус имеет всего-навсего две передачи. То есть первую, вторую. И почему-то... О, едет он. Вот. То, что он подергивается вот так при трогании, я пока не знаю, как это исправить. Что-то у нас отвалилось. Да. У нас забаганная дверка отвалилась. Ладно, бог с ней. Соответственно, работает спидометр. Как вы видите. Кстати, спидометр достаточно реалистичный. То есть, при его настройке берется скорость модели. И уже потом я, соответственно, этот спидометр подгонял. Ну, а скорость модели, естественно, она зафиксена там определенным образом. Ладно, не будем подробностей углубляться. То есть, что мы, соответственно, имеем спидометр рабочий. Далее здесь будет у нас указатель уровень топлива работать. Ну, в общем, все стрелочки прибора, естественно, в дальнейшем будут рабочими. Вот этот большой манометр, он пока что не работает. Потому что еще пока не думал над его работой. Здесь реализован уже бензобак. То есть, сейчас пока мы катаемся с вами, возможно, закончится бензин. Просто не ставил ее уровень. Вот. Но если мы заглохнем, я думаю, вы услышите. Зачем вот эти штуки, я думаю, понятно. Смотреть, как работает подвеска. Внешне немножко, конечно, все это заезжает не так, как хотелось бы. Вот. Ну, то есть, колеса немножечко погружены сквозь препятствия. Но это, так скажем, наверное, больше на юнити ссылается, чем на то, что там что-то как-то криво настроено. Наверное, главное все-таки, как это ведется. Вот у нас, собственно говоря, бензинчик и закончился. То, как это, собственно говоря, ведет себя снаружи. Так, у нас с вами закончился бензин. Можно остановить машину и попытаться ее завести. Как видите, в принципе, это бесполезно. Я могу так делать в десятки раз. Сейчас я немножко подбавлю бензина, чтобы еще слегка прокатиться, подрассказать. И, наверное, пора будет уже завершать видео. Вот, собственно говоря, бензин мы залили. Назовем это так. И спокойно мотор запускается. Так, ну-ка. Вот есть мотор, поехал. Потихоньку, как паровозик. По-чух-чух-чух-чух. Ну, собственно говоря, еще раз говорю, пока не знаю, как это исправлять. Но, понятно, что передача выше. Вот она и не едет. Наверное, все, что я вам могу показать. Да, в двери открываются, лампочка, как вы на предыдущих видео увидели, работает. Дверь открыта. И, соответственно, двери закрыты для торможения. Лампа загорается. Соответственно, по педали это видно. Предыдущий проект, я не помню, сказал я в этом видео или нет, уже был, к сожалению, удален. И все, что сейчас сделано, пришлось сделать с нуля. Реально было все. Все скрипты, все модели, модель заново перекачивалась. Вот. Там что-то, что-то сохранилось, но там было настолько это ни о чем. То есть, реально пришлось все вспоминать с нуля и писать это все по-быстрому. Ну, наверное, все. Я, если вас утомил, то простите, кто досмотрел до конца. Молодец. С вами был Сергей и до новых встреч.